Продолжение следует... 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 системы технического осмотра и будет автоматически приходить штраф. Ответственность предусмотрена до 2 тысяч рублей. То есть, проехали вы под тремя камерами и получили три штрафа по 2 тысячи рублей. И то есть, человек даже может не догадываться об этом, а потом просто письмо счастья получить, и все. Ну да, поэтому необходимо здесь исключить левые схемы получения техосмотра без фактического предоставления автомобиля. Вообще, насколько распространена у нас в области те самые серые схемы и серые техосмотры? По официальным данным у нас выявлено было 3 факта за последний год, где непрохождение технического осмотра, но выдача диагностической карты без фактического предоставления транспортного средства. Это за год за последний. Но это не так много. Не так много, но люди сами не заявляют. Понимаете, у нас тоже есть... А может человек не догадываться о том, что на самом деле его автомобиль не осмотрели, или смотрели недолжным образом, или это невозможно? А где он находился в момент осмотра? Главное, где находился автомобиль. Ну вот, где автомобиль, где собственник, где водитель находился. Но если мы говорим про частного человека, они обычно совпадают. Собственник и лицо управляющий. В каждом конкретном случае надо разбираться, смотреть по общему правилу. Собственники автомобиля сами знают, были они на этой станции, и какая станция техосмотра. Тем более, у нас в области проблем с ними нет. А можно вообще ничего не показывать? Инспектор может ли сам проверить по базе наличия, например, страховки? Да, на сайте РСА, на официальном сайте вы можете по госномеру, либо по ВИН-мумеру узнать, выдавался страховой полис на ваше транспортное средство или нет. То есть остановил меня сотрудник ДПС, мы просто поздоровались, он сам меня по базе пробил от и до... Нет. Нет, так не получится. Да, в соответствии с пунктом 2.1.1, правил дорожного движения, водитель обязан предоставить либо в электронном виде показать, фотографии это или скриншот. Вот в электронном виде принимаете? Скриншот, да. Скриншот на телефоне он показывает, то, что у него есть диагностическая карта, сотрудник, если не доверяет данному скриншоту, что он может быть подложный, он сверяет этот номер полиса ОСАГО по базе, которая находится в планшетах у сотрудников госавтоинспекции. Ну, здесь тоже, слава, такая поправка есть, то, что не везде у нас охват мобильной связи, где работают наши планшеты. Это стоит учитывать. Да, и потому что, например, это наша область, да, еще более-менее, не такие большие расстояния между населенными пунктами и центром районов, а если это брать дальневосточный край. Я думаю, нам туда лучше не ехать. Ну, не знаю. Но, тем не менее, если вот такая ситуация сложилась, вот у меня есть тот самый скриншот, а сотрудник ДПС проверить не может. Доверяет. Либо проверяет уже, когда вы по приезду в дежурную часть. Может возбудить дело уже без вашего участия. Если человек забыл права дома все-таки. Если права забыл, проверяется также по базе данных. Ненаказуемо. Почему наказуемо? А почему тогда наказуемо, если вы проверили, да, они есть и все в порядке? Ну, в настоящее время такой законодательство Российской Федерации, я неуполномочен. Наверное, как-то обсуждать и говорить, правильно это или нет. А в части того мы проверяем, человек, ранее было предусмотрено задержание транспортного средства на штрафстоянку, если вы забыли права дома. Он на ту машину помечался на спецстоянку. Забыл права, поехал на спецстоянку? Да, поехал за правами, забрал машину. И то же самое, если права просроченные, я так понимаю, да? Ну, если просроченные здесь в любом случае, потому что здесь привлекается, здесь, во-первых, размер штрафа вырастает в 30 раз, до 15 тысяч рублей, если они просроченные. Надо заблаговременно менять. Тем более у нас сейчас появилась новая услуга по замене водительского удостоверения через МФЦ. То есть можете обратиться к представителям МФЦ, ну, как новая, уже с 2017 года, но просто она сейчас более актуальна становится, количество граждан обращается в МФЦ для замены водительского удостоверения. Так, все-таки еще про ОСАГО. Насколько популярна вот эта электронная версия среди водителей нашего региона? В настоящее время около 70-60% водителей используют уже в электронном виде. Либо в электронном, либо в распечатанном. То есть выданное не на бланке, утвержденном РСА, а распечатанное самостоятельно в домашних условиях, без печати страховой организации. О медицинской справке немного, вот к ней требования изменились или нет? Ну, насколько мне известно, они не менялись у нас уже с 2018 года. В таком случае возникает вопрос, срок действия их кто-то проверяет? Проверяем при замене водительского удостоверения, при открытии новой категории. На дороге обязанностей у водителя нету водительского медкомиссии. То есть, можно 10 лет ездить с медицинской справкой? Получается так. Обязанностей у водителя нету. Но если вы устраиваетесь на работу по найму, то у вас будут проверять ее ежегодно. То есть, если вы работаете, например, в автобусном парке, либо осуществляете перевозку грузовые, то у вас будет его проверять ежегодно. Если вы же также рядовой водитель, то вы ее предъявляете нам только при замене водительского удостоверения. Ну, вот замена водительского удостоверения тоже возникает в разных случаях. У кого-то просто истек срок. Это простая, наверное, история, да? Как вы говорите, можно через МФЦ. Лишение прав утерия. Вот в этой ситуации как должен поступить человек? Или порядок тот же самый? При утерии? Ну, вот при утерии. Давайте с меня начнем. При утерии человек оплачивает госпошлину в размере 2000 рублей, через госуслуги 1400 рублей со скидкой 30%. Если утерял и у него срок действия водительского удостоверения еще достаточный, то есть еще там 8 лет оставалось срока действия, то он может не проходить, идти в медицинское учреждение за медкомиссией. Он может в этот срок, старый же, получить водительское удостоверение. Хорошо. Следующая ситуация с лишением прав. Как восстановить? Оплатить штраф, который предусмотрен за лишение права управления. Дальше. Потому что если у него есть неоплаченные штрафы по линии безопасности дорожного движения, ему замена не подлежит. То есть помимо этого нарушения, если какие-то еще ранее были, там превышения, что-то еще? Да, по 12-й главе, да, все равно ему необходимо оплатить. То есть надо сначала узнать, вспомнить, есть ли они. Да, есть ли они. Посмотреть можете также на сайте госуслуг, либо на других каких-то банковских реквизитах, что у вас подключено, где располагается. Посмотреть, есть ли у вас действующие штрафы, оплатить их по линии госавтоинспекции. Потом, ну, понятно, дождаться, пока у вас закончился срок лишения, либо прошло половина срока, и тогда вы можете сдавать теоретический экзамен. То есть еще и экзамен надо будет сдавать? Теорию. Не все два этапа, а только теорию первую. Сурово достаточно. Ну, сурово к тем людям, которые нарушают, грубо, правила дорожного движения. Еще одна достаточно распространенная проблема, на мой взгляд. Документы на машину, на копию продажи машины утеряны по разным причинам. Машина, если недобросовестный покупатель попался, висит на предыдущем владельце. Как быть, как, что называется, ее скинуть, если ее нету и контактов с покупателями тоже нету? Можно приостановить регистрацию транспортного средства в связи с неизвестным ее нахождением. То есть вы ее продали, на договорку продажи у вас в настоящее время нету, может быть прекращена регистрация. А номера и свидетельство о регистрации, в простонародье пластик, он уходит в розыск. И при остановке данного транспортного средства или где-то она по камере будет, у нас числится, что номера в розыске, будет сообщено в дежурной части либо инспектору, кто на дороге остановит, снимут номера, заберут свидетельство о регистрации, человек останется уже как без права управления. Тем не менее, возникает вопрос, вот за этот период, пока машину это разыскивают, налог продолжает начисляться предыдущему собственнику или нет? Нет, после прекращения регистрации уже налог не идет. Если эту машину не нашли, ну может быть она все развалилась, она на дорогу уже не уезжает, тогда каков исход? Так так же прекращается регистрация предыдущим собственникам, просто они находятся в розыске. Я просто говорю, что какие последствия это для недобросовестных покупателей, которые не стоят на себя на учет, а для предыдущего собственника никаких недоправовых последствий. То есть никаких документов не имея на руках на предыдущие транспортные средства, можете прийти и сказать... Да, вы можете с паспортом обратиться в подразделение МРЭО и приостановить регистрацию. Но вот если говорить про наших водителей на дорогах Псковской области, с документами какие чаще всего нарушения встречаются? Ну самое распространенное это отсутствие полиса особи. В последнее время, наверное, два года, то, что не застрахован транспортное средство. По 12.37, часть 2, очень много нарушений идет. Почему? Как вы думаете? Я думаю, это связано, может, с снижением доходов населения. И в какой-то части это повышение стоимости ОСАГО, которое было произошло в прошлом году. А какое нарушение за отсутствие ОСАГО сейчас предусмотрено? Наказание? Наказание по части 2 статьи 12.37, наказание 800 рублей. Может быть оплачено первые 200, 500%. Ну, в общем, тогда понятно, почему. Есть без страховок, на самом деле. Здесь такая выгода, я сказал бы, сомнительная. Потому что в случае дорожно-транспортного происшествия вы будете платить его с кармана. Это уже другая история. Здесь выгода уже понятно, что... Сомнительная, да? Ну, да. Так что, дорогие наши радиослушатели, смотрите. Лучше покупайте ОСАГО, потому что в случае чего, как утверждает наш собеседник, ремонт будет за ваш счет. А учитывая, как некоторые наши водители ездят, аварии порой не избежать. Еще одна история. Это управление транспортным средством по доверенности. Вот как это сейчас организовано? Нужна ли она вообще? Доверенность в настоящее время не обязательно. По поводу доверенности. Вы имеете право управлять транспортным средством, не предоставляя ее сотрудникам госавтоинспекции. То есть, если она у вас даже есть и получена, то вы имеете право и без нее управлять транспортным средством. То есть, обязанности возить ее с собой нет. Но она должна быть оформлена каким образом? Либо в простой письменной форме, либо нотариально. Это на ваше усмотрение, как вам удобно. То есть, останавливая транспортное средство, сотрудник ГИБДД понимает, что за рулем не владелец автомобиля, верит ему на слово, что у него есть доверенность. Она проверяется по базам учета госавтоинспекции, если она в розыске, числится, не числится, заявлялся ли угон на данное транспортное средство или нет. То есть, в настоящее время доверенность с собой возить не надо на право управления. А как часто наши автовладельцы пытаются оспорить получение тех или иных штрафов? Сейчас статистику вам не назову в настоящее время, но это менее, наверное, 10% от всего количества поносимых штрафов. Обычно у нас водители сознательные, понимают, признают свою вину, отдельно раскаивают. Но это есть и процент, когда есть и где-то наши правовые ошибки с нашей стороны, и где-то есть спорные моменты в законодательстве. Ну вот многие автовладельцы говорят, что не получали мы писем, не знали мы о существовании штрафа. Да, по фиксации. Понятно, что если сотрудник остановил, тут уже трудно сказать, что не видел, не знаю. Но вот эти письма, которые приходят по почте, далеко не всем приходят, прямо скажем, а потом приходят уже письма от судебных приставов. Вот в какой момент цепочка прерывается? Почему до многих людей эти письма не доходят, а доходят уже потом от приставов? Не могу сказать. Возможно, люди не меняют здесь регистрации свое настоящее место жительства, то есть не исполняют обязанность по внесению изменений в регистрационных документы. То есть они проживали на одном адресе, переезжают или живут зарегистрированы в этом районе, а живут фактически в другом. И письмо ушло на другой адрес, поэтому он не узнал об этом. Здесь, может, вопрос логистики еще к почте может быть. Потому что у нас все равно в течение недели, десяти дней, эти постановления нами вынесены, они направляются по месту регистрации транспортного средства. То есть не каждый гражданин проверяется по учетам адресного бюро, где он фактически зарегистрировал. То есть какие в документах указаны адрес, туда они и направляются. А есть какое-то на данный момент, на сегодняшний день, возрастное ограничение на управление транспортным средством? Я имею в виду верхний предел. Верхнего предела в настоящее время нет. Но здесь я считаю, что не должно быть его, потому что это все индивидуально на каждом человеке. Его состояние по медицинским показаниям может быть разным. То есть это и скорость реакции, и какие-то противопоказания по сердечно-сосудистым заболеваниям, они должны быть рассматриваться в каждом индивидуальном случае каждого водителя. То есть тут, если человек смог пройти медкомиссию, значит вопросов к нему быть не может, несмотря на возраст. По возрасту у нас ограничений нет. Ну, я считаю, что это правильно. А какие еще нововведения ждут автомобилисты в ближайшее время? Чего ждать? Ну, у нас давно спора идет по поводу тестирования водителей на склонность к употреблению алкогольных напитков. В настоящее время планируется с 1 января 2022 года. Как заявляет правительство Российской Федерации, на стоимость это не должно повлиять медкомиссии. Что конкретно будет делаться? Будет браться анализ крови, либо мочи на исследование, проводится исследование в лаборатории. Есть ли у человека склонность к употреблению алкогольных напитков и, возможно, какое содержание в настоящее время. Это при прохождении медкомиссии или в случае, если человека остановили на дороге? Нет, на дороге, если есть основания. То есть невнятная речь, изменение цвета кожи, замедленная реакция на окружающую среду. В этом случае, да, мы направляем на медицинское освидетельствование, либо проводим акт освидетельствования на месте при остановке транспортного средства при помощи наших приборов. За 2022 годы это будут проходить все? Нет, 2022 года это меняется в части медкомиссии. Я про медкомиссию говорю, да? Планируется. Планируется. Планируется до настоящее время. Но помимо состояния алкогольного опьянения, наркотического опьянения, эта медкомиссия сможет определить или нет? Также, конечно, если в какой-то срок перед проведением медкомиссии там будет выявлено у него нахождение запрещенных веществ в крови либо в моче, то будет, конечно, выявлено и выдано заключение, поставлено на учет у нарколога. Есть еще одна категория людей, которые, как ни странно, все-таки встречаются иногда за рулем автомобиля. Я говорю о людях с психическими расстройствами. Вот каким образом проверяют их, и почему случается так, что у них тоже все-таки есть права, они за рулем, они на дороге? Слава, ну здесь, наверное, больше вопрос не к госавтоинспекции, а к медицинским учреждениям, как они правильно это проводят. И я полной процедуры вам не могу сказать. То, что есть в обязанности прохождение и терапевта, и психолога, это я знаю. А по каким процедурам и как их выявлять правильно, я не могу сказать. Кроме медкомиссии еще что-то изменится в ближайшее время в части документов, правил? По электронным ПТС выдачи уже в настоящее время проводится. То есть на транспортное средство, на которое выдан бумажный паспорт транспортного средства, вы уже можете сейчас получить электронный ПТС. Таким образом? Обратиться в организации, уполномоченные по выдаче ПТС. Данная организация находится у нас в Санкт-Петербурге, либо в Москве. Вы можете, чтобы не переживать за утерю данного документа, вы можете его уже сделать электронно. А в Пскове такая возможность появится или нет? Не могу сказать. Пока это экономическая заинтересованность, если есть кого-то в организации. Но и пока справляется Санкт-Петербург. Ну, Санкт-Петербург, надо для этого специально ехать, или это можно сделать дистанционно? Нет, это можно дистанционно направить на сайт. Все документы предоставить заверенными копиями. Проблема пассажирских перевозок, ДТП и дорожные нарушения. Все это не может остаться в тени. И на все эти вопросы мы прольем свет. В проекте «Дорожный просвет». Давайте все-таки вернемся к теме госконтроля за техосмотром. Потому что, понятно, состояние автомобиля – это наша безопасность. Что в этом направлении? Ну, постановление правительства 777 с 1 марта 2021 года мы осуществляем контроль за деятельностью технического осмотра. То есть у нас открыт доступ в каждом районе. По 2-3 сотрудника госавтоинспекции закреплены за станциями техосмотрами по территориальности. Проверяется правильность внесения сведений в базу ЕСТО. Наличие фотографий с координатами, с соответствующим временем. Сколько на каждую машину было уделено время? Если времени было уделено меньше, то? Ну, здесь сотрудники уже могут эту машину проверить на требования безопасности на дороге. То есть уже будут иметь в виду, что на эту машину ушло 3 минуты. То есть как работал эксперт, как он смог это проверить. Но здесь с другой стороны ведь несложно услугавить. 15 минут постоял, все, камеры зафиксировали, а был ли техосмотр на самом деле? А если за вами стоят 4 машины следующие? Просто стоять в машине и ждать, пока сделают следующую фотографию? Я думаю, его не поймут остальные водители, собственники транспортного средства. И дело даже не то, что в минутах, а при выявлении транспортных средств с явными техническими неисправностями и дачей показаний водителя, то, что с данными тех неисправностей он был на станции техосмотра, здесь уже будет возникать вопрос КРСА и будет организована внеплановая проверка данной организации. Но у нас таких историй в области нет? Есть. У нас в Пустошку пришел материал из Саратовской области, то, что на территории Псковской области осуществляется выдача техосмотра без фактического представления. То есть в Дагестане ездит машина советского производства, она за территорию Республики Дагестан не выезжала, но получена была диагностическая карта с отметкой, что в Псковской области. Индивидуальный предприниматель вообще находится в Санкт-Петербурге, здесь такая запутанная логистическая схема получилась, что сначала в диагностической карте было указано юридическое лицо Саратовской, а номер присвоен был диагностической картой, которая в Псковской области находится. Сначала материал перенаправлялся в Саратов для разбирательства, было установлено, что данной фирмы нет, не существует в природе. Материал Саратова был перенаправлен уже к нам. Мы фактически выехали на место, указанное в списке РСА. Даже местные жители не знают о существовании данной организации, они ничего такого не слышат. И нами была подготовлена информация, направленная и в Санкт-Петербург, где индивидуальный предприниматель зарегистрирован, и уже в РСА, чтобы для организации внеплановая проверка, как было предоставлено ему документы. Так вот, человека, который сделал якобы этот техосмотр, нашли? В настоящее время нет, потому что там подписи были не действующих сотрудников. Просто был открыт доступ. Вот о чем я начинал свою речь, то, что данные изменения по техосмотрам были введены, что каждому эксперту выдана своя электронная подпись, исключающая данные схемы, что по логинам, паролю нельзя в другой части страны выдать ему эту диагностическую карту и внести ее в базу ЕСТО. То есть каждый эксперт входит с настроенного компьютера и вносит эти данные. Привязка уже к геоданнами с локацией, где был проведен техосмотр. Еще один момент. Утилизация транспортного средства. Как документально все правильно оформить и сделать? И что выгоднее для владельца машины, которая пришла в негодность? Выгоднее, наверное, будет прекратить регистрацию в связи с невозможностью пользования, потому что это бесплатно. А есть еще организации, которые проводят утилизацию данных транспортных средств, которые у нас в Пскове порядка восьми организаций. Список данных организаций у нас размещен на сайте госавтоинспекции и в зале ожидания МРЭО, каждого территориального подразделения, куда человек может обратиться, сдать свое транспортное средство, получить какую-то компенсацию за него в соответствии с техническим состоянием и с весом транспортного средства. При этом ГИБДД ему надо обращаться, нет? Чтобы все равно приостановливать действие. Да, он сначала обращается в эту организацию, организация принимает у него это транспортное средство для дальнейшей утилизации и с документами, выданными с этой организации об утилизации, он уже приходит в МРЭО и прекращает регистрацию. Александр, у нас совсем немного времени остается, тем не менее, совет от сотрудника ГИБДД всем водителям на дорогах Псковской области, которая сейчас находится. Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим, правила дорожного движения в общем и не спешите, всегда успеете. Это был старший госинспектор безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Псковской области Александр Алексеев. Александр, спасибо. До встречи на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова